Солнечная система – самоизученный человечеством участок космоса. Люди сотни лет наблюдают за планетами, спутниками и другими небесными телами в околосолнечном пространстве. За это время ближайшие космические объекты были сравнительно неплохо изучены. Однако за пределами орбиты Нептуна, в неприветливом ледяном мраке межпланетного пространства, всё ещё скрываются тысячи не менее любопытных небесных тел, каждый из которых хранит свои тайны. Среди них мчится по своей орбите Квавар. Тёмный и безрадостный мир, полный загадок. Начало 21 века ознаменовалось чередой сенсационных астрономических открытий. В дальних пределах Солнечной системы один за одним было обнаружено множество объектов, близких по размеру к Плутону. Одним из первых подобных небесных тел стал Квавар. Он был замечен в 2002 году Чедом Трухильей и Майклом Брауном во время изучения снимков звёздного неба, сделанных в Поломарской обсерватории США. Сперва считалось, что обнаруженный объект лишь немного меньше Плутона. Однако после уточнения оказалось, что на самом деле размеры планетоида заметно скромнее. Тем не менее, данное небесное тело всё ещё входит в десятку крупнейших объектов пояса Койпера. Эта область космического пространства представляет собой широкое кольцо, охватывающее Солнечную систему за пределами орбита Нептуна. Его внутренний радиус равен приблизительно 30 астрономическим единицам, а внешний составляет около 55. Кроме множества мелких объектов, здесь также расположены несколько сравнительно крупных карликовых планет. Плутон, Эрида, Маки-Маки и другие. К ним же относится и Квавр. Данное небесное тело представляет из себя сплющенный эллипсоид. Его экваториальный диаметр равен примерно 1138 километрам, а расстояние от одного полюса до другого составляет около 1036 километров. Таким образом, Квавр примерно вдвое меньше Плутона в поперечнике и лишь чуть-чуть уступает в размерах Харону. Его масса составляет приблизительно 1,4 умноженное на 10 в 21 степени килограммов, что примерно в 10 раз меньше, чем масса Плутона. Средняя плотность Квавра составляет приблизительно 2200 килограммов на метр кубический, что типично для карликовых планет. Предполагается, что планетоид состоит преимущественно из каменистых пород и водяного льда, как и прочие объекты пояса Койпера. Расчёты показывают, что мощность радиоактивного распада в недрах Квавра недостаточно, чтобы растопить нижние слои льда, поэтому планетоид, скорее всего, не имеет внутреннего океана, скрытого под ледяной коркой. Согласно измерениям, средняя температура на поверхности данного космического объекта составляет приблизительно 44 кельвина или минус 229 градусов Цельсия. В условиях вакуума даже при столь низких температурах замёрзшие газы постепенно испаряются, формируя крайне разряжённую газовую оболочку, состоящую в основном из метана. Однако плотность атмосферы планетоида как минимум в 100 миллионов раз меньше, чем на Земле. Известно, что Квавр – довольно тёмное небесное тело. Он отражает от 10 до 20% падающего на него света и имеет красноватый оттенок. Такой цвет обусловлен примеси металлинов – сложных полимеров, образующихся в замёрзшем метане под воздействием ультрафиолетовых лучей. Тем не менее, предполагается, что Квавр содержит заметно меньшее количество льда и замёрзших газов, чем более крупные транснептуновые объекты, в основном из-за его малых размеров и слабой гравитации. Ускорение свободного падения на поверхности Квавра составляет всего лишь 0,29 м на секунду в квадрате, что примерно в 33 раза меньше, чем на Земле. Это означает, что человек, помещённый на планетоид, будет весить всего лишь 2-3 килограмма. Исследования и наблюдения показывают, что на поверхности данного объекта имеются признаки кристаллического водяного льда. Однако обнаруженная модификация льда может быть получена лишь при температуре не ниже 110 кельвинов или минус 163 градусов Цельсия. То есть как минимум на 66 кельвинов выше, чем средняя температура планетоида в настоящее время. Согласно одной из гипотез, данный лёд образовался в недрах карликовой планеты, где температура выше из-за радиоактивного распада тяжёлых элементов. После чего, вероятно, он мог быть выброшен на поверхность в результате криовулканизма. Другое предположение называет причиной появления аномального льда метеоритную бомбардировку. Также, согласно результатам спектрального анализа, квавр содержит небольшое количество затвердевшего метана и этана, однако их концентрация намного меньше, чем на поверхности более крупных транснептуновых объектов. Медленно испаряясь, замёрзшие углеводороды пополняют газовую оболочку квавра, при этом гравитации планетоида недостаточно, чтобы удержать молекулы газа возле поверхности. Таким образом, он постоянно теряет свою атмосферу и спустя миллиарды лет лишится её полностью. Как и большинство небесных тел, данный объект вращается вокруг своей оси, однако период этого вращения пока ещё точно не определён. Согласно исследованиям яркости небесного тела, циклично меняющиеся со временем, это значение составляет примерно 17 часов и 41 минуту. Квавр движется вокруг Солнца практически по круговой орбите, делая полный оборот чуть менее, чем за 289 лет. Эксцентриситет его орбиты составляет всего 0,04, что в 2,5 раза больше, чем у Земли и в 2 раза меньше, чем у Марса. Свету Солнца требуется примерно 5 часов, чтобы достичь поверхности квавра. По расчётам, планетоид прошёл дальнюю точку орбиты в 1932 году. В тот момент расстояние от него до центра нашей системы составляло примерно 45 астрономических единиц. В настоящее время квавр движется к перигелию своей орбиты и достигнет его примерно в 2075 году. В этой точке расстояние между планетоидом и Солнцем составит 42 астрономические единицы. Из-за особенностей орбиты квавр никогда не приближается к Нептуну достаточно близко, чтобы тот мог повлиять на него своей гравитацией. Такие космические объекты называются Кьюби-Вана, и данный планетоид является одним из типичных представителей этого класса наряду с Вороной и Маки-Маки. Орбита квавра наклонена к плоскости эклиптики под углом 8 градусов, и эта особенность считается доказательством того, что когда-то, в далёком прошлом, Нептун всё же оказал гравитационное воздействие на карликовую планету. В настоящее время известен лишь один спутник квавра. Он был обнаружен в 2006 году и получил название Вейвод. Это небольшое небесное тело обращается вокруг планетоида по умеренно вытянутой орбите, а фелий которой составляет приблизительно 16,5 тысяч километров. В Перигелии же Вейвод приближается к поверхности карликовой планеты на расстоянии около 12-13 тысяч километров. Спутник делает полный оборот вокруг квавра примерно за 12,5 дней, однако другие параметры его орбиты пока что определены лишь приблизительно. Диаметр Вейвода составляет около 170 километров. Если предположить, что спутник и квавр имеют схожий состав, то его масса должна быть в две тысячи раз меньше массы планетоида. Собственной гравитации столь малого объекта недостаточно, чтобы сделать его шарообразным. Поэтому, скорее всего, Вейвод имеет неправильную форму, подобно большинству астероидов и других малых тел Солнечной системы. Расчёты показывают, что на нынешнем этапе развития космических технологий полёт автоматической станции квавру должен занять чуть более 13,5 лет. В настоящий момент ближе всего к нему подобрался космический зонд «Новые горизонты» в 2016 году, сделавший ряд снимков квавра с расстояния в 14 астрономических единиц. Известно, что астрономы США и Китая рассматривали возможности запуска автоматического исследовательского зонда к дальним объектам Солнечной системы. И квавр фигурировал в списке потенциальных объектов для исследования. Однако официальных заявлений относительно планируемых научных миссий пока не было. Как бы то ни было, квавр ждёт своих первопроходцев, как и множество других космических миров. Друзья, если у вас есть любимый космический объект, и вы до сих пор не встретили его в наших выпусках, напишите об этом в комментариях. А если этот ролик был для вас интересен, поставьте лайк и подпишитесь на канал. А мы, в свою очередь, продолжим радовать вас новыми, увлекательными и познавательными видео. И услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok